Друзья, вот я хочу удивиться вместе с вами, хотя я точно это знаю, но я сейчас задумался над тем, что мы пользуемся электричеством, а ведь, как изобрели электричество, нет еще и 200 лет. Только в начале 19 века, конкретно в 1822 году, Майкл Фарадей задумался, как превратить магнетизм в электричество. Да и то, эти были какие-то интуитивные наработки. В 1931 году более случая, ну, я не буду вам рассказывать эти все вещи, он открыл явление электромагнитной индукции. Тогда, когда при помощи магнита и электрических проводов можно создавать электрический ток. Это только в 1931 году, в августе месяце, он открыл это явление. В 1831. А сейчас еще нету 2000 на 31. То есть, даже до открытия еще нет 200 лет. А потом пошли процессы, когда это было необходимо превратить в какие-то технические, инженерные конструкции. А потом это превращать в промышленных масштабах и передавать на расстояние. Ребята, а ведь 200 лет еще не прошло. Вам не удивительно? А мне нет. Хотя вот так немножко завораживает. Мы про динозавров, про пирамиды можем думать. А тут вот электричество, которым мы пользуемся с утра до вечера, вот имеет такую небольшую историю. А я вам скажу о другой истории. О истории меня. Я родился под черным диффузором радиоточки, где она все время, круглые сутки работала. Ну, ночью выключалась, но все равно она была под напряжением. Там левитант говорил, музыку какую-то передавать. В общем, было интересно и важно. А потом я детекторные приемники собирал, хотя они в начале 20 века начали их собирать. А я уже во второй половине 20 века их собирал. Потом, потом я увидел телевизор. Потом я набирал по телефону номер такой дисковый. Это еще все пацаном было. А потом, потом вот эти гаджеты пошли. Ну, обернитесь вокруг, и вы увидите, что потом. Задумайтесь над этим. Очень интересны такие параллели.